Это бюджет действительно нищего, но полицейского государства, в котором увеличены расходы исключительно на Генеральную прокуратуру, на МВД, на администрацию президента и так далее. Недаром вот тот блок вопросов, который предложил именно наша партия, оппозиционный блок, это больше 30 законопроектов, направлены на снижение коммунальных тарифов в первую очередь. Это не должно быть больше 10% дохода семьи. Повысить не только минимальную заработную плату до 3200, по большому счету это законопроект 49.00, который внес я и внес Каплин. Это наш законопроект, мы не можем быть против него. Но и в два раза повысить как минимум минимальную пенсию, иначе наши пенсионеры будут нищие. Голосовать в конце концов мораторий на закрытие школ и на закрытие больниц, то что не хочет делать правовластная коалиция. Запретить не мораторий на год, а запретить полностью продажи земли. И наконец-то поддержать нашу промышленность, поддержать нашу экономику. Потому что с чего могут повышаться пенсии и заработные оплаты? Либо это печатный станок, то есть это инфляционные деньги. Мы все помним ужас инфляции 90-х годов. Либо это будут деньги, обеспеченные товаром. Чтобы это были деньги, обеспеченные товаром, необходимо принимать пакет законопроектов, то что у нас объединено в блок под названием новая индустриализация. За последние два года наша страна потеряла 17,4 миллиарда долларов США товарного экспорта. Это сопоставимо с пятилетней программой кредитования МВФа. Там, где мы ходим и вымаливаем каждую копейку. То есть это не должны быть инфляционные деньги. А если бюджет оставить в таком виде, как он сегодня есть, это бюджет нищей полицейской страны.